МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире пятого канала новости в студии Юлия Олейникова. И в начале выпуска коротко о главных темах. Не восстанавливается, а наоборот, все рушится, рушится, без конца жгут и жгут. В городе все чаще горят объекты культурного наследия. Только за последний месяц в Канске были объяты огнем два архитектурных памятника. В такой ситуации главное – сваженное действие и время прибытия на место ДТП. Спасатели отрабатывают свои навыки. У канских специалистов прошли учения по отработке ДТП с использованием аварийного гидравлического инструмента. Юные певцы города стали участниками интенсивной школы по вокалу. Ребята не только узнали секреты вокального мастерства в теории, но и отработали их на практике. Фронтовую медаль, коллекционные монеты, а также пневматический пистолет с патронами похитил 13-летний подросток у своего соседа-пенсионера. Как было установлено правоохранителями, однажды мужчина попросил помочь юношу по хозяйству и в создавшейся между ними доверительной атмосфере показал свою коллекцию старинных монет. В день происшествия подросток случайно проходил мимо усадьбы жителя Каннской и решил заглянуть к пенсионеру. Но того не оказалось дома, а дверь была не заперта. Мальчик, воспользовавшись моментом, забрал себе на память некоторые монеты. Прихватил одну из медалей, которая принадлежала отцу пострадавшего, а также пневматическое оружие. В настоящее время в отношении несовершеннолетнего принимаются процессуальные решения, в том числе постановка на профилактический учет в ПДН. Все чаще в городе стали гореть объекты культурного наследия. Последним полыхало старинное здание на Московской, а двумя неделями ранее сгорел бывший дом пионеров. История архитектуры Каннска просто исчезает на глазах, сетуют горожане. За считанные секунды пламя полностью объяло деревянное здание на площади 144 квадратных метра. Когда на место прибыли пожарные, горели оба этажа старинного дома. Локализовать возгорание им удалось всего за полчаса, вот на ликвидацию потребовалось более четырех часов. Всего на месте работали 16 человек и 6 единиц техники. Как рассказывают краеведы, это здание было возведено еще в 1905 году в качестве жилого дома для мещан. В конце 90-х она опустела и стояла как памятник архитектуры тех лет. Наверху располагался небольшой балкончик с лестницей, с выходом опять-таки на главную улицу, с видом на главную улицу. И там также использовался прорезной карниз, который довольно часто встречался в начале 20 века в зданиях деревянного зучества города Каннска. Менее чем за две недели до этого в центре города вспыхнул бывший дом пионеров. Предварительно причиной пожара здесь также стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Причем оба здания являются объектами культурно-исторического наследия регионального значения и были заброшены. В них не было ни электропроводки, ни отопления. И таких случаев, когда в городе горят архитектурные памятники, довольно много. Самым масштабным из них стал пожар в бывшей типографии на Центральной площади в 2018 году. Причем после этого оно загоралось еще несколько раз. Конечно, все это неприятно, нехорошо, все это не восстанавливается, а наоборот, все рушится и рушится без конца. Жгут и жгут. Это вообще никакого контроля, они не следят за этим, никому это не надо. Однако здание бывшей типографии все же будет отреставрировано, сообщают в городской мэрии. Выполнить работы, намерены к 2025 году. А вот что ждет остальные, пострадавшие от пожара в памятнике архитектуры, пока неизвестно. Ведь находятся они в собственности края. Кроме того, в оба последних случая возгорания заинтересовали следственные органы. Как отмечают специалисты, лучшим способом сохранить наследие – это снова ввести старинные здания в эксплуатацию. Однако затраты здесь будут нужны довольно большие. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Спасатели совершенствуют свои умения. У каннских специалистов прошли учения по отработке ДТП с использованием аварийного гидравлического инструмента. Подробности расскажу прямо сейчас. Легенда учений звучит довольно жутко. Это авария легковушки с большегрузом, в результате которой на легковой автомобиль наехала фура, и у него оказались заблокированы двери. Спасателям необходимо быстро и аккуратно срезать крышу и вызволить водителя из ловушки. По сути, каждая секунда на счету, так как неизвестно, в каком состоянии будет внутри человек. Как отмечают сами спасатели, главное – это собранность и оперативность. В такой ситуации главное – сваженное действие и время прибытия на место ДТП. Вытаскиваем, да, аккуратно на жестких носилках, на случай, если, не дай бог, поврежден позвоночник, пострадавший фиксируется к ним, накладывается воротник шанса и вытаскиваем из машины, передаем сотрудникам скорой помощи. Медик осматривает пострадавшего, есть ли переломы, нет переломов, и согласно уже, что скажет медик, мы уже работаем аккуратно. Данные учения как раз и позволяют отработать навыки до совершенства и в реальной практике не растеряться, а слаженно подойти к решению проблемы. Естественно, специалисты подходят к ним ответственно, ведь ценой ошибки может стать человеческая жизнь. Собственно, подобные учения проводятся еженедельно с совершенно разными легендами. У нас порядка 13 карт. Каждая карта сформирована и прописана. То есть, каждые действия, какие действия, то есть, какое ДТП, вплоть до разлива топлива, то есть, опрокидывание в кувет, опрокидывание машины в водоем, то есть, все эти действия прописаны и каждое действие отрабатывается. Уже после практической части происходит так называемая работа над ошибками. Во время учений проводится фото- и видеосъемка. Кадры изучают, обсуждают, а после проводят повторное учение, уже с учетом ранее озвученных недочетов. Юлия Оленикова, Вячеслав Морозов, телекомпания Канск, 5 канал. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей, а также мы расскажем об интенсивной школе по вокалу. Не переключайтесь. Магазин «Трактор Деталь». Магазин «Трактор Деталь». Запчасти и расходники для Т-40, Т-25, МТЗ, ТТ-4, ТДТ-55, других тракторов, лесной, сельскохозяйственной техники и китайских погрузчиков. Канск «Гаражная 2Б». Залежать! Интернет пропал! Телевидение пропало. Сейчас нашим миром прервано. Требуется новый провайдер. Надежный интернет и легендарное телевидение от «Реон Телеком». Для самых чрезвычайных ситуаций. Спорт-товары в магазине «Старт». Велосипеды горные, детские и БМХ. Самокаты трюковые, городские, электро. Скейтборды и мини-борды. Бассейны, палатки, матрасы и туристическая мебель. Лодки и лодочные моторы. Магазин «Старт». Придмостный микрорайон 14. Торопитесь в магазине «Московский». Полная ликвидация товара. Мужской, женской, детской одежды и обуви, а также игрушек. На весь товар скидка 50%. Ликвидация продлится до 21 апреля. Успевайте. Наш адрес Московская, 84, центральный рынок, на втором этаже магазина «Светофор». В Красноярске задержали 42-летнюю женщину за кражи. Совершения преступлений были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. Так, в одном из магазинов советского района она вытащила из кармана потерпевший телефон стоимостью 55 тысяч рублей. А в почтовом отделении микрорайона «Солнечный» из рюкзака одной из посетительниц она похитила документы и денежные средства на сумму более 17 тысяч рублей. Пострадала покупательница и в аптеке, где задержанная украла у нее 16 тысяч рублей. В отношении ловкой задержанной возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Более сотни жителей Канска приняли участие в городском фестивале «Керлинга». 33 коллектива местных предприятий, организации и учреждений заявились на кубок города Каннска-2023. На лед катка «Восток-арена» вышли 132 спортсмена. Лучшими среди школьников стали учащиеся спортивные школы «Сибирская академия корлинга» в Каннске «Команда звезды». В группе молодежки команда Каннского морского кадетского корпуса, в группе взрослых коллектив фитнес-клуба «Соль». Митрополит Пантелеймон воздал службу в Каннском Свято-Троицком кафедральном соборе. Глава Красноярской митрополии посетил город в день памяти преподобного Иоанна Лесничника. После службы он осмотрел помещение храма, оценил уже проведенный ремонт. Также митрополит побывал в воскресной школе Свято-Троицкого собора. Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест. Каждую среду сразу после новостей на пятом канале. Региональный дайджест. Ну что, мужики, за улов? Нет, мужики, за улов. Я потом. А сейчас чайку. А чё чайку? Да чё? Да просто в прошлом году история приключилась. А дальше-то что? А дальше? Руки раскинул, аккуратненько ногу на льдину забросил и пополз туда, откуда пришел. Хорошо, что в свое время научили. Ну тогда мы тоже чайку. А за улов потом. Интенсивная школа по вокалу прошла в Каннске. Юные певцы и их преподаватели побывали на необычной лекции в семинаре от кандидата педагогических наук Натальи Шаповаловой. За короткий промежуток времени она поделилась с участниками мероприятия особыми секретами вокального мастерства. Какими? Узнаете прямо сейчас. Перед тем, как приступить к практике, всех участников интенсивной школы по вокалу ждала большая лекция. Вслушались в нее внимательно не только юные вокалисты, но и их преподаватели. Так как Наталья Николаевна Шаповалова разработала свою собственную уникальную методику. Я занимаюсь тем, что у меня очень много новых разработок, которыми я с радостью делюсь. Людям это нужно и нужна моя помощь. Например, это мое ноу-хау, когда можно без операции убирать узлы на связках, которые медики обычно решают с помощью операции. Я это убираю за два урока. Потому что после операции идут последствия, нехорошие последствия. И иногда бывает, что СИП остается на всю оставшуюся жизнь. Как отмечает Наталья Шаповалова, однажды она задумалась, а что если изначально научить людей петь правильно, чтобы в дальнейшем им не требовалось восстановление. С этого и началась ее разработка авторской методики, благодаря которой можно не только развить, но и восстановить голос. Как отмечают опытные преподаватели в их сфере деятельности, подобные умения просто необходимы. Очень часто бывают такие случаи, что перегрузка идет в голос, даже на самом деле, у преподавателей. Для нас это актуальная методика, на самом деле, когда много очень приходится говорить, как она говорит, что она работает не только с эстрадниками, с академистами, с речевиками. Опять же, это мы, то есть это наша аудитория. В это дело Наталью Шаповалу привела сама судьба, поделилась с участниками лекции семинара «Женщина». Сначала она хотела пойти учиться в медицинский, а ее подруга – в музыкальное училище. Но пока ее ждала, по итогу и сама оказалась на прослушивании, после чего ее зачислили. Именно подготовка к врачебной деятельности, скорее всего, и оказала большое влияние на дальнейшую разработку уникальной методики. Например, есть такие заболевания, как апония и дисфония, то есть частичная и полная потеря голоса. Это профнепригодность. А представляете, такая профнепригодность, если ты солист театра. Даже вечевик, связки-то, в общем, там и там нужны. То, что происходит. Или, например, педагоги в школе. Осталось 2-3 года до пенсии, да. А человеку дают профнепригодность и рекомендации сменить профессию. Но это ужасно. И когда вот этим владеешь, то таким людям просто помогаешь. И самое-то удивительное, что это несложно. Надо просто этого хотеть. В Каннске Наталья Николаевна проводила занятия в течение двух дней в стенах школы искусств. Однако те, кто не успел туда прийти, могут записаться на онлайн-курсы профессора кафедры музыкального образования. Также у Натальи Шаповаловой есть свой вокально-восстановительный центр в Екатеринбурге. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. И в завершении выпуска новости спорта. Каннские ребята продолжают радовать своими победами. На этот раз они достойно выступили в Норильске на фестивале Заполярного круга среди единоборств. Наши спортсмены Максим Перепелицын, Юрий Шорников и Яна Васильева выступали в составе сборной Сибирского федерального округа. И заняли первое место в командном зачете. В соревнования вошли такие виды спорта, как всестилевое каратэ, тэквондо-ИТФ и армейский рукопашный бой. Болят суставы? Скоро в вашем городе. Выездной кабинет ортопедии УЗИ из Красноярска. Хирург-ортопед, кандидат медицинских наук, выполнит блокаду коленного, тазобедренного, голеностопного, плечевого суставов. Внутрисуставное введение геоуроновой кислоты производства Германии и Кореи устранит острую боль, снимет отек и воспаление. Внимание! Только сейчас цены 2020 года. Проведем блокаду всего за 6000 рублей. Не упустите возможность попасть на прием и записать своих пожилых родителей. Звоните прямо сейчас. 8-908-012-2206. 8-908-012-2206. Сразу после выпуска новостей вас ждет наша рубрика «Полезно знать». На этом у нас все. В студии была Юлия Олейникова. Всего хорошего. До свидания. Закажи такси. 391-61-2-77-77. Для заказа такси без разговора с оператором пользуйся приложением «Максим». Просто отметь на карте, где ты и куда поедешь, и нажми «Заказать». Сервис заказа «Такси Максим». Просто современно. Большая распродажа белорусской обуви по цене всего от 1900 рублей. Она удивительно практичная. Очень хорошо на ноге сидит. Легкая, облегченная. Особенно для пенсионеров. С 20 марта по 1 апреля. Канск. Улица Московская, 55. Сум. Первый этаж. Внимание! Весенние куртки и пальто. Новая коллекция, а также большая распродажа шуб со скидками до 70%. Не пропусти. 30 и 31 марта в ГДК на улице Ленина, 10 в городе Канск. Ура! Долгожданные скидки от магазина «Планета». Модная, стильная, мужская, женская и детская одежда и обувь. Со скидкой 30% на все. Торопитесь. Акция продлится с 21 марта по 15 апреля. Наш адрес – торговый дом «Восточный квартал». Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 205-20. Привет! Нет! Главное управление МВД России по Красноярскому краю предупреждает. Не подавайтесь на уловки мошенников. Если вам позвонили на телефон, представились сотрудникам службы безопасности банка, сообщили, что вашу карту пытались взломать и просят уточнить персональные данные для исправления ситуации, это звонят мошенники. Запомните, такую информацию, как CVV-код, одноразовый пароль из СМС для подтверждения операции, номер банковской карты от вас могут требовать только мошенники. Настоящий сотрудник банка не будет выманивать у клиента подобные сведения. Если вам кажется, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова